Всем все видно, правда? Спасибо, спасибо, что написали. Обычно говорят, не спрашивают возраст, но так как у нас, говорится, необычный день, мы отличимся. Итак, давайте знакомиться. Меня зовут Екатерина, Екатерина Агафонова, девичья Киреева, вдруг есть мои одинфамильцы. Я родом с небольшой деревни, поселка Нижегородской области, может быть, кто-то знает, называется Мухтолова. А живу я, училась я в Белоруссии, потом поехала работать в Москву, решила вернуться все-таки в Россию. И так получилось, что встретила мужа из Гатчины, отлично, Кулебаки, да, знаю. Вот, Ира, я с Мухтолова родом, всю жизнь там прожила, здорово, когда свои есть. И нашла мужа из Гатчины, все бросила, всю свою руководящую должность, потому что в Москве за 8 лет работы я очень высоко поднялась, достаточно высоко, чтобы хорошо себя чувствовать, уверенно, в материальном плане и в любом другом. Но когда я нашла мужа, мне было 29 лет, мне абсолютно было на все наплевать, я все бросила, уехала в Гатчину. Это 30 километров от Питера. И на данный момент мы живем вот в таком составе. У меня двое пацанов, старшему почти 4 года, младшему годик и 2 месяца. Как раз младшего я родила уже в Экспресске. С мужем мы поженились в 2014 году, ой, да, в 2014 году, недавно был юбилей. Пришла я в Экспресску, очень интересно, в Экспресску меня позвал абсолютно чужой человек, это было через интернет. На тот момент моему старшенькому было 10 месяцев. И я помню, не то что помню, сейчас я вам покажу слайд. Нет, не покажу, чуть попозже. Интрига небольшая, спасибо. Дело в том, что, наверное, каждый меня поймет, в декрете, я вообще, я вам расскажу так, что я не уезжала с Москвы до тех пор, пока муж за мной ходил целый год. И меня интересовала финансовая сторона, потому что я привыкла, что я хорошо зарабатываю. Я четко понимала, если я замуж выйду, мне нужна какая-то подсобь, ну, вообще нужна материальная стабильность. И в итоге, когда мне муж ее уже мог позволить, тогда я вышла замуж. Ну, наверное, это правильно, но для меня это было важно, потому что я не привыкла жить, так сказать, без денег. И когда исполнилось моему пацану-старшему 6 месяцев, у мужа рухнул весь бизнес. И, наверное, вот это вот такая сложилась ситуация в жизни, когда я прочувствовала вот эту вот бедноту, да, когда ты живешь, и у тебя нет денег сходить даже к платному врачу. И на тот момент как раз меня находит ВКонтакте, абсолютно чужой человек, и рассказывает мне об экспресс-карьере, что есть возможность заработка без вложений, без каких-то рисков и так далее. И, вы знаете, я даже не раздумывая, я сказала, я решила, я буду пробовать. И даже если этот человек, он, кстати, не развивается сейчас в экспресске, я знаю, что она куда-то там ушла, не знаю, но я настолько ей благодарна за эту возможность, и вы сейчас поймете, почему. Поехали дальше. Поехали дальше. У меня будет, она и есть. Но так получилось, что мужу не выплачивали три месяца зарплату, у нас ипотека, кредиты, мы все как обычная семья, у нас нету за плечами богатых родителей с богатым наследством, да, то есть мы с нуля все начали. И у нас накопилось столько долгов, что мне пришлось все снять, как сейчас помню, это было где-то 210 тысяч мною накопленных первых, и они все сразу разлетелись по долгам. Но это такой камень с души, кто когда-нибудь отдавал долги, тот меня хорошо поймет. Привет, привет, девочки, всем. Дальше пойдем с вами. Кстати, по индивидуальному предпринимательству сейчас свидетельство, вот помните, раньше такое красивое свидетельство выдавали, по-моему, желтенького цвета, сейчас не выдают. Я открывала, получается, в 2016, ой, в 2017 я, получается, открыла в марте, а, ну вот, у меня, да, 24 марта 2017 год, и всего лишь дают лист записи, вот этот вот, из единого государственного реестра. Меня это так поразило, как сейчас, помню, прихожу в МФЦ, мне дают, я говорю, слушайте, а где свидетельство? Мне, говорю, свидетельство надо, вот это красивое. Она говорит, извините, девушка, уже его дают. И я тогда поняла, думаю, господи, как я отстала от жизни, реально уже даже этих моментов не знаю. Так, сейчас, минуту, поехали дальше. Мне как, что-то тяжело. Это мой доход, коллеги, на данный момент. Каждые три недели мне приходит доход на расчетный счет. Я думаю, все вы знаете, да, что мы работаем строго в рамках законодательства, да, нашего российского, то есть мы деньги зарабатываем, выводим их через открытие индивидуального предпринимательства. И вот чуть дальше я вам покажу, почему именно так, почему компания не заключает с нами трудовой договор. И слава богу, что она этого не делает, потому что по трудовому договору мы в два раза больше денег платим за налоги, нежели чем открыв ИП. Это мой средний доход. Сейчас я нахожусь в звании золотого директора закрытого. И у меня еще три растущих команды. Это весь мой доход, накопленный. Я сделала фильтр, да, в своем онлайн-банке. Счет у меня открыт в модуль банки. Это очень мой любимый банк. Это онлайн-банк, который специализируется именно на онлайн-сервисе. Открыла я счет абсолютно бесплатно. Я, кстати, коллеги специально написала для тех, кто не знает, что открыть ИП стоит всего лишь 800 рублей. Я пришла в МФЦ. Я заплатила госпошлину 800 рублей. Я сама этого не знала. Я думала, это все немножко будет дороже. Потому что у меня муж был ИП, и там было что-то с автотранспортом связано. И там были какие-то другие какие-то огромные налоги. А у нас, оказывается, все по-простому, все очень легко. Открыла счет в банке, я абсолютно бесплатна. Причем человек позвонил из банка, говорит, Екатерина, я могу к вам приехать, если у вас маленькие дети, если вам неудобно. Либо вы в офис можете к нам подъехать, подписать, либо домой. То есть очень мобильный банк. И по поводу бухгалтера, самое главное, ребят, я не люблю цифры. Вот как бы я их старалась обходить, они всегда ходят за мной. У меня всегда была тройка по математике, я не люблю точные науки. И поэтому бухгалтера я взяла себе за 490 рублей в месяц, который предложил мне банк. И я вам сейчас покажу, насколько это здорово. Потому что, ну, мало ли, кто-то тоже не любит бухгалтерию вести. Просто бухгалтер... Вот такие вот я вам смс-ки сейчас показываю, которые мне присылает мой бухгалтер с мобильного банка. То есть он всегда меня оповещает, что мы сейчас будем платить, какие цифры, чего, куда. Ответ на любые вопросы, любые документы, которые надо там в реестр, в Росстат, статистику и так далее. Все это готовит бухгалтерия. И мне очень понравилось вот это сообщение, которое у меня пришло не так, вот 5 апреля, по-моему, мне прислали. И пишет, вот видите, да, видно у вас, что написано, что мы вас поздравляем, да, то есть нам платить налог не нужно, потому что мы, благодаря тому, что все вовремя заплатили, мы уменьшили наш налог на хорошую сумму. И я вам хочу сказать, что мне приходило письмо, я его не нашла. Они, как только начался Новый год, они меня поздравили, говорят, Екатерина, мы вас поздравляем за то, что мы в том году все вовремя оплачивали по квартальным и сэкономили 32 тысячи рублей. То есть, итого, с моих доходов, которые я вам показывала, да, то есть почти полтора миллиона, я налогов заплатила меньше 100 тысяч. Меньше 100, там даже что-то, наверное, в районе 40 тысяч, ну что-то такое. Почему я вам говорила про трудовой договор? Потому что по трудовому договору, да, я, еще когда я работала, у меня забирали 13% подоходного. Ребята, у меня специально всегда с собой калькулятор, потому что, как я вам говорила, не люблю точные науки, да. Вот элементарно, миллион 354 мы умножаем на 13%, это получается 176 тысяч. Я бы отдала государству, если бы я эти деньги заработала на обычной наемной работе. Представляете теперь, понимаете, почему мы открываем ИП? Мы работаем по УСН, упрощенная система налогообложения. Мы в два, а то иногда и в два с половиной раза больше денег оставляем в кармане, нежели чем платим налоги с трудового договора. По поводу, кстати, у меня скоро будет почти три года. Вот даже не отнимая никакие месяцы, мы можем взять миллион 354 и разделить три года, сколько, 36 месяцев, да. Получается, в месяц средняя зарплата 37 600. Мамы в декрете, которая работает через онлайн, которая родила второго ребенка, у которой успевает все, и дом, и семью содержать, и детей, еще и в накрутку себе дополнительно офис открыла. Но об этом чуть попозже расскажу. Поздравляю всех, кто зашел. Коллеги, а мы продолжаем. И давайте, наверное, уже перейдем к самому интересному. Я уверена, сейчас каждый, много кто себя узнает, да, особенно модуль банк, Татьяна, модуль банк у меня. Мне нравится, как они обслуживают, без проблем, вообще никогда проблем с ними не бывает. И цены очень хорошие. Итак, вот мой первый мальчик, с которым, не буду скрывать, было тяжело. Муж вечно на работе сутками. Я помню, столько наревелась с первым ребенком, потому что ничего не знаешь, ничего не умеешь. И вы знаете, я часто сравниваю рождение первого ребенка с экспресс-карьерой, потому что, когда я пришла в экспресс-карьеру, мне было сложно, я много оказалось, много чего не знаю, вообще много чем не пользовалась. И вот рождение ребенка, я когда вспоминала, я же тоже ничего не умела. Вот я родила, и я просто приспособилась, да, какая-то интуиция, желание воспитывать, расти там и так далее. Вот это все приходит с опытом, а опыт приходит только от действий, потому что от бездействия, да, соответственно, опыта не будет. И платили мне на ребенка, ребят, 2900 рублей в месяц. Это город, то есть я ушла в декрет не работая, потому что я все бросила, всю свою работу переехала и сразу практически свадьбу забеременела. Вот, поэтому отсутствие денег я прочувствовала на себе очень хорошо. Я очень долго искала фотографии, которые бы я могла вам показать, какая я была вообще до экспресс-карьеры. И вы знаете, мне так стыдно стало показывать на всю экспресс-ку, как я выглядела в декрете, потому что в декрете я реально забыла про себя. То есть краситься это вообще было, это вообще было даже, знаете, не в распорядке ежедневном. То есть я абсолютно забыла, что такое краситься. Я не мазалась никакими кремами, я не ухаживала ни за волосами, я не стриглась, не красилась, ничего. И я когда посмотрела на свои фотки, мне реально было стыдно, потому что женщина, она в принципе не обязана себя так вот, ну, забивать. Все-таки муж рядом, да, то есть в любом случае мы должны как-то себя поддерживать. Но вот я очень сильно себя забросила, поэтому у меня еще с первой беременность очень много проблем на лице вылезло, атопический дерматит вообще откуда-то появился. Поэтому я сейчас как вспомню, вообще посмотрела фотки, честно, до слез вообще. И я говорю, я настолько благодарна, что меня экспресска вообще подобрала в этом интернете. Я хоть в человека превратилась. И знаете, что самое главное? Вот я смотрела фотографии, я не внешне как-то, ну да, внешне изменилась, но самое главное, у меня изменился взгляд. Вот когда я смотрела на свои фотографии, да, я улыбаюсь, но взгляд потухший был. Вот настолько потухший, то ли я невыспанная, то ли еще чего-то. А сейчас я реально счастливая. Вот я когда прихожу в офис, когда ко мне люди приходят в офис, они говорят, Катя, к вам так приятно приходить в офис, вы всегда улыбаетесь, вы всегда счастливая. Я говорю, знаете, я не всегда такой была. Я, говорю, стала буквально два года назад такой, по счастливой случайности, людей, которые мне рассказали об экспресске. И что же, давайте перейдем все-таки непосредственно к экспресске, да, что же, чему мне предстояло научиться, да, что меня ожидало и что мне дал результат. Три основных позиции, три основных момента, которому надо научиться каждому, кто пришел сюда за результатом, да, за, так сказать, за победой, что ли. Но в любом случае, я когда приходила на работу, ребят, я не всегда, я не засиживалась в менеджерах. Я сейчас просто скажу, я почему это говорю, потому что, чтобы вы сейчас оценили все свои шансы, а тот, кто никогда этого не делал, сделал хотя бы в экспресске. Когда я приходила на работу, я понимала, что все деньги где? Все наверху, да, то есть нет смысла сидеть в менеджерах. И я всегда старалась быть рядом с руководителем, то есть в том плане, что сверхурочно, без проблем, какие-то нужно там функционал выполнить, там за старших менеджеров, без проблем, давайте, я готова учиться, у меня есть время, у меня нет ни семьи, ни детей, я готова обучаться. Потому что я знала, что это меня в любом случае приведет на повышение. Именно поэт, я никогда не боялась расставаться с работой, я никогда не держалась за работу. Я всегда показывала, что я достойный человек достойного места. И когда, и, наверное, благодаря этому я и добилась достаточно хороших высот в бизнесе, и при этом я сохранила хорошее отношение. То есть, когда я уезжала с Москвы, когда я все бросала, мне сказали, Катя, если вдруг что-то у тебя не получится, мы всегда тебя ждем обратно. И даже были такие моменты, когда меня переманивали с работу на работу, повышая зарплату. И вот я вам хочу сказать, что нужно стремиться к этому. Мы с вами вот там внизу успеем насидеться, а вот там, вот туда, надо добраться наверх. И добирается тот, кто в себе очень сильно уверен. То есть, вот, даже не знаю как. У меня так получилось, у нас трое детей в семье, и так получилось, что я как гадкий утенок была. Мне никогда не верили. И у меня была старшая отличница, сестра средняя отличница, а я была троечницей. Моя любимая физкультура среди всех предметов, да, то есть, была именно вот физра. И я всегда участвовала на любых соревнованиях, то есть, я любила именно физическую вот эту подвижность. И, конечно, я была троечницей, я не училась, я гуляла, в лапту играла. Ну, в общем, понятно. И поэтому на меня родители не возлагали вообще никакие надежды, мне мама что-то говорила, что непонятно, в кого я родилась и так далее. И представляете, каково мне было, ну, вообще чувствовать себя в жизни, но институт дал мне очень многое. В институте меня не гнали, не заставляли идти на пары. Я сама соображала, что мне это надо, и я делала выбор, надо мне это или нет. И вот институт меня научил вот этой ответственности. И, вы знаете, я вам хочу даже просто на будущее сказать, у кого дети подрастают, не стремитесь детям, как сказать, хвалить за оценки. Не стремитесь детей хвалить за оценки, стремитесь их поощрять за самоорганизацию. То есть, вот это больше в жизни даст перспективы, нежели чем вот эти вот оценки. И благодаря институту я поняла, что я могу, потому что институт я закончила почти с красным дипломом. Там было несколько предметов на белорусском языке, я их не дотянула, ну, и не стала расстраиваться. Но сам факт, что была троечница, стала очень, очень, так сказать, хорошим специалистом, да, так сказать. Вот. Итак, вернемся, да. Три основных наших момента в экспресске. После регистрации у каждого из нас есть свой интернет-магазин, у каждого абсолютно. И задача каждого из нас, надо просто научиться им пользоваться в свое удовольствие. Вот просто представьте, если бы вы открыли свой магазин, вот представьте, вы открыли свой магазин, вы бы туда ходили с большим удовольствием, потому что он ваш. Все то время, которое вы тратите на, ну, находясь в этом магазине, это ваше время, которое вам приносит деньги. И чтобы открыть свой магазин, зачастую в классике жанра, нужно аренду, там, налоги, еще чего-то. В нашем ситуации надо просто пройти регистрацию и все это получить бесплатно, да, то есть у нас нет аренды, этим всем занимается компания. Она сделала нам международный сервис, благодаря которому мы можем с любой точки мира, да, при этом, если есть у нас интернет, сделать покупки в своем интернет-магазине и отправлять также, вот, например, я, находясь сейчас в Ленинградской области, из своего интернет-магазина могу отослать покупку в любой из городов. Дальше. Второй момент. Что мы делаем? Мы приглашаем людей делать то же самое. Мы приглашаем людей стать собственниками своего интернет-магазина и, ну, и учим этих людей пользоваться в своем удовольствии. Вы-то уже научились, соответственно, вам нужно научить людей этому. И третье – это обучение. Вот вы сейчас находитесь на обучении. Когда я зарегистрировалась, я хорошо помню этот день. Это даже момент, не то чтобы день, это момент, это был вечер. У меня компьютер, ноутбук лежал на кровати, ну, знаете, на тумбочке прикроватной. У меня даже стула не было, то есть я сидела на полу. И помню, как муж рядом лежал, я говорю, ты знаешь, тут такая, говорю, интересная система. Сейчас появилась новая онлайн с компанией Арифлейм. И он мне говорит, да, ну, это все лохотрон, все пигня, сейчас тебя там обманут. Я говорю, нет, подожди, говорю, компании 50 лет. Я говорю, она до сих пор развивается и очень даже неплохо. Я говорю, слышала даже, что она завод открыла. Про завод я слышала, потому что это в Московской области, а я работала в Москве. Поэтому я слышала, что в Ногинске открыли завод. То есть это такая была новость глобальная. Я говорю, слушай, не может быть все так плохо. Я говорю, да, я попробую. И, конечно, муж первые три месяца надо мной издевался, но речь не об этом, ладно. Но и в итоге всю ночь я просмотрела вебинары. Потому что когда я посмотрела первый вебинар, я сейчас не помню, кто его вел, я смотрела вообще всех подряд. И мне очень важно было услышать, знаете, вот тот, где же вот эта волшебная кнопочка, на которую нажал, и все быстро получилось. Потому что деньги-то мне нужно было срочно. И когда я пересмотрела этот, я всю ночь вообще не спала, меня просто эмоции не отпускали. Я когда посмотрела на людей, которые там из деревень, и они показывают свои документы, что они ИП, что вот у них зарплата приходит, компания Арифлейн, там, разумеете, там 40, что-то 30-40 тысяч. Меня это немножко задело. Вы знаете, с какой позицией, что я что, хуже этих людей, да, то есть я тоже могу, я тоже хочу. И вот это меня задело в хорошем смысле плана, и я начала искать вот эту вот волшебную информацию, которая помогла бы мне побыстрее зарабатывать. Поэтому обучение очень важно. Конечно, кто слушает только наставника, но при этом не обучается, не развивает свое мышление, потому что, вот, я, например, пришла с декрета, у меня мышление вообще было ниже плинтуса. Я знала, как приготовить суп, что мне надо убраться, что мне надо постирать, мне надо сходить погулять, и мне надо обязательно позвонить 20 раз мужу и сказать, что я устала, да, и когда ты там домой приедешь, да, чтобы я могла хоть что-то сделать элементарно, в душ сходить, ну, или там в ванну. То есть мужа я доставала конкретно здорово, вот, поэтому обучение обязательно, и когда, кстати, я пришла в экспресску, я резко прекратила звонить своему мужу и перестала его доставать. То есть я настолько погрузилась информационно вот в эту степь, то есть мне даже как-то стало интересно находиться в декрете, то есть я вот вышла из этой деградации, да, и мне уже стало неинтересно стирать, полы мыть каждый день. Мне уже стало интересно, как побыстрее развиться в этом бизнесе, да, чтобы действительно понять, работает это, получится у меня или нет. Поэтому, мои дорогие, у меня муж научился полы мыть, посуду мыть, готовить. Ну, и в итоге, как оказалось, не зря потом. Так, поехали дальше. Так я вам и говорила, да, что вы становитесь собственниками своего интернет-магазина. У вас есть личный кабинет, ваш личный номер, который за вами закрепляется на всю жизнь, на все ваше развитие в компании. И обязательно пароль. Пароль можно, в принципе, менять в любой момент, но сам факт, что это ваш личный интернет-магазин, ваш личный офис, в котором абсолютно все бухгалтерские отчетности. То есть мы ничего сами не считаем, за нас все считают, а мы просто берем и перепроверяем. Вот, и самая основная наша миссия, да, наверное, вы слышали, так называется, рекрутинг. Миссия в том, чтобы как можно большее количество людей рассказать об этой возможности. Очень много людей знает компанию Reflame. Но 99,9 из этих знающих компанию людей не знают, что есть возможности заработка в компании, тем более онлайн. Я была зарегистрирована три раза в компанию. Три раза. И ни один из этих трех человек не смог донести мне, что здесь есть деньги. Я всегда видела в Reflame только продажи, только каталоги. И это неспроста, потому что, когда ты выходишь из метро, я в Москве часто ездила по метро, и когда ты выходишь из метро, стоят женщины с каталогами. То есть, мои ассоциации от увиденного, они откладывались в мои стереотипы. Просто я не видела другого. У меня в окружении не было людей, которые добились бы в Reflame высокого результата. Хотя бы 20 тысяч получали. У меня не было таких людей. И поэтому у меня не было веры в компанию Reflame. И когда меня звали, я просто тёточкам рядом с метро, я не могла им отказать. Я говорю, ну хорошо, давайте я во что-то закажу. Если вам от этого будет хорошо, давайте я закажу. Всё. То есть, я не воспринимала это всерьёзно. А когда я узнала об Экспресс-карьере, мне повезло, я сразу поняла суть. Суть простая. Мы всю жизнь ходим в магазины, всю свою сознательную жизнь. Первым делом у нас продукты питания на первом месте. То есть, когда у нас мало денег, мы первое, куда мы их потратим, это продукты питания. Второе, куда мы потратим деньги, это личная гигиена. Это не отвертки, не машины, не телевизоры, не холодильники. Это личная гигиена. О чём это говорит, ребят? Это говорит о том, что компания всегда будет востребована. Потому что всё то, что есть в компании, оно постоянно пользуется спросом. И самое главное, имеет быструю оборачиваемость. Например, у нас есть компании, которые реально предлагают классный продукт. Или, например, там крутые телевизоры. Но телевизоры я каждый месяц не покупаю. Соответственно, товарооборот телевизорами не сделаешь. А та продукция, которая постоянно заканчивается, которая стоит реально доступных денег, мы её покупаем постоянно. И где я куплю шампунь? В том магазине, где мне чек дадут? Либо в том магазине, где у меня скидка 20%? Подарок, ещё и кэшбэк начислят за мою покупку. По-моему, выбор очевиден. И вот об этом не знает 99,9% людей. Не знают. И когда ты начинаешь им говорить, слушай, здесь такая классная возможность, сейчас оказывается новая система онлайн. Они говорят, а, не, рефлейм, всё это фигня. Всё, дальше они не слушают. И только если ты действительно сам понял эту суть, разобрался в системе, ты сможешь объяснить человеку настолько уверенно, потому что ты сам в это веришь. И тогда он тебе поверит. Коллеги, минуточку. Подождите, пожалуйста, сейчас я вернусь. Посмотрите, пожалуйста, мой рост пока. Так, мышку, мышку убрать. Хорошо, хорошо, мышку убрала. В принципе, мой рост в компании, я зарегистрировалась 9 ноября. И через неделю я улетела к маме с ребёнком, потому что я обещала, что на Новый год я привезу ей внука. И вот это мне, кстати, помогло, потому что когда я приехала в деревню, я всем рассказала, что я зарегистрировалась в новую систему онлайн. Конечно, все мне покрасили у виска, это нормально. Но свои 700 бонус-баллов я сделала перед Новым годом. И это я хорошо помню. Когда мне покрутили у виска, я говорю, слушайте, говорю, но я говорю, как вы можете так говорить, говорю, продукция Швеция. Я говорю, вы же в магазине покупаете неизвестного производства, а здесь, говорю, все стандарты абсолютно. Ну, в общем, я уговорила. Я уговорила, и мои 700 бонус-баллов были уже в декабре. Поэтому я очень быстро вышла на менеджера 9% благодаря своему ЛТО и благодаря Ире Валеевой. Все, я думаю, ее знают, Иру. Ирину Валееву, директор, это мой первый ключик. Это первый человек, которому я написала, хотя мы с ней не общались лет, наверное, 5-6. Но я ей написала, говорю, Ира, ты представляешь, ты представляешь, есть такая система онлайн. Она говорит, что, серьезно? Я говорю, да. Она говорит, ну, вообще деньги не лишние. Я говорю, все, регистрируемся. Ира меня динамила, динамила, говорит, так, мне некогда, так, у меня нет времени. Я говорю, так, все. Я, говорю, зарегистрировала человека, он мне, говорит, человек дал данные. Я говорю, если ты мне сейчас данные не пришлешь, я ее первую зарегистрирую. Ну, и, конечно, Ира, как любой нормальный человек, она никогда не упустит выгоду. Она говорит, так, нет, давай меня сначала регистрируй. Я просто помню этот момент. И вот так вот мы с Иришкой, благодаря Ире, вышли на 9%, очень благополучно продержались. Когда я увидела на уровне 9% доход 4 тысячи рублей, я обалдела. Я поняла, что это больше, чем мне платят за месяц на ребенка. И все, и с этого времени все пошло-поехало. Я с уровня 9% начала вести планерки. Конечно, криво, косо, но я начала их вести, потому что меня разрывала вообще эта информация. Как это так? Я всего лишь посоветовала классную продукцию. Кстати, всем понравилось, когда я им посоветовала. И, получается, тут еще и деньги мне заплатили. Ну, то есть для меня это взрыв мозга был вообще. Так, поехали дальше. Вот так выглядит моя кухня. То есть я потом уже перенесла весь свой ноутбук на кухню. Там мне было удобно, потому что я в темноте не могла работать. Я как работала? Я работала по ночам. То есть я маленького там грудью покормила, вместе с папой положила их. Да, там сама до 4 утра сидела, работала. И потом уже ложилась где-нибудь там в ногах, чтобы меня не видно, не слышно было. И то я спать не хотела, потому что меня эмоции не отпускали. Ребята, я вспоминаю этот момент. Первый год, как вот я вот очень активно пахала, работала. Я спать не могла, потому что я жила вот этой мыслью, что я буду директором, я буду на банкетах, я буду на всех конференциях. То есть, ну, это 100%. То есть я настолько в себе не сомневалась, пройдя где-то 2 месяца, и мне, конечно, это помогло. Так, давайте теперь поговорим. Кстати, скоро это все я перенесу уже в офис. Давайте я вам открою секрет. Когда я уже стала зарабатывать достаточно хорошо, мне, откровенно говоря, просто уже поднадоело в моей кухне. И я сейчас вот сижу в своем офисе, который я открыла у себя в центре города в Гатчине. И я решила поработать еще и в офлайн. То есть в онлайне я уже 3 года, и я хочу в офлайн посмотреть, как это, каково это. Потому что я вижу, здесь у нас были офисы офлайн, но мне не нравилась их работа. У меня есть свой четкий сейчас план, как я хочу это сделать. И у меня задача поднять уровень заработной платы и уровень доходов в моем городе. Город не огромный, но для того, чтобы стать директором, надо 50 человек, которые захотят зарабатывать больше, чем они имеют сейчас. 50 человек, и ты директор. Я из всего своего города, я 100% найду минимум 200 человек, которые захотят жить так, как я сейчас. Минимум, хотя бы. Поэтому он у меня пока еще не обустроен, я его пока только сняла. Сейчас у меня грандиозные планы, наверное, я буду немножко расширять офис, хотя он и так у меня большой, больше 30 квадратов. Но я хочу сейчас расширить и сделать еще такой нюанс. Возможно, я проведу вам потом вебинар, поделюсь с вами, каково это. Я думаю, что мне понравится. А сейчас я вам хочу рассказать просто о том, что же есть в нашем интернет-магазине. Что же можно купить реально в своем интернет-магазине от компании Reflame. Абсолютно все, абсолютно все. Самые основные для меня находки – это был wellness и этот комплексный уход на вейдж. Есть он здесь? Да, уход за лицом. Просто здесь не написано. И что хочу сказать, я не буду здесь много останавливаться. Я хочу сказать, что у меня тоже на пути встречались такие люди, которые говорят, ой, нет, Reflame продукция, ой, нет, она же дешевая, ой, нет, она же плохая. И я раньше не знала, что на это ответить. Именно поэтому, а когда я не знаю, на что, как мне ответить, я чувствую себя неловко. Может, действительно я что-то не то предлагаю, может, действительно продукция не надлежащего качества. И благодаря вот этому я начинаю копаться, рыться, искать информацию, изучать, что, откуда, как, почему. И поэтому теперь, когда мне говорят про продукцию, я могу рассказать все без запиночки, где она производится, из чего она сделана, производство и так далее. И вот, например, элементарная краска для волос, ребят, делается, она, во-первых, разрабатывалась в течение года специально для компании Reflame, специально. То есть аналогов этой краски в мире нету. И она производится исключительно в Италии на самом лучшем производстве в мире по изготовлению красок для волос. Как вам? Вы знали об этом? Вы знали об этом? Напишите, кто знал об этом. Велнос. Велнос. Это такая находка, это, знаете, это как платье, которое ты видишь на вешалке, и смотришь на него и говоришь, да, я буду в нем идеально. Такое редко бывает, правда? Но такое случается. Так я нашла себе платье свадебное. И вот Велнос – это, в принципе, то же самое, как и мое свадебное платье. Да, это линейка здорового питания. Поверьте, я попробовала много, особенно коктейли, потому что я человек зошный, я люблю здоровый образ жизни, правильное питание. Мы, кстати, периодически проводим, у нас сейчас вот вторая волна будет системы «Новое я», да, то есть где я объясняю систему питания, да, то есть как привести себя в норму, то есть мы на диетах не сидим, а именно вот приверженцы правильного питания и здорового образа жизни. Так вот Велнос, ребят, это находка. Вот для меня это была находка. Я знаю, что Велнос – находка еще для, как их, которые мясо не едят. Вегетарианцы, потому что в Велнос есть отдельная категория продукции полностью без животного белка, только растительный белок. И да, возможно, вы сейчас, кто-то из вас скажет, или кто-то смотрит этот вебинар, скажет, полно компаний, которые предлагают вот определенные продукты. Но полно компаний, которые производят одинаковую продукцию, но почему-то одну покупают больше, а другую покупают меньше. Почему? Потому что эти люди знают разницу. Все очень просто. Чтобы понять, подходит вам этот продукт по вашим соображениям, нужно просто изучить. Взять весь продукт, который есть на рынке, вот реально заморочиться. Я знаю, что мы лентяи, лентяи, мы не любим этого делать, мы не любим копаться. Мы приходим на работу, и нам пофигу, что это за компания. Нам объявили хорошую зарплату, нам дали все, что мы хотели, мне дали крутое рабочее место, все, меня не интересует вообще. Там платит налоги эта компания, как она себя ведет и так далее. Понимаете, да? Поэтому, дорогие мои, привыкайте. Для того, чтобы быть реально в инфопоре, чтобы все знать, изучайте. Информация вся в доступе, вся открытая. И еще скажу по комплексному уходу. Для меня это тоже было открытие, я этого не знала. Знаете ли вы, что у компании Арифлейм есть собственный институт кожи, в котором работают не просто наемные сотрудники, а более 100 человек ученых, с ученой степенью. Знаете это, да? А знаете ли вы, что этот институт разрабатывает всю нашу продукцию, что касается и комплексного ухода, и вот этот вот Novage, да, который бренд ГОД у нас постоянно занимает. То есть они создают эти формулы, огромное количество формул, чтобы выбрать идеальную и запатентовать ее. То есть объясню, почему я вам это рассказываю. Многие компании, мне сейчас плохо видно, наверное, стало, да, из-за камеры. Многие компании, им проще купить готовую формулу и под ней уже производить продукт. А наша компания, она не покупает формулы. Она тратит деньги, создавая свой институт, создавая базу ученых. У этих ученых более 7 тысяч людей, которые являются добровольцами, чтобы испытать этот продукт. И благодаря этому мы с вами имеем возможность уникального продукта, которому нет аналогов в мире. И одну из таких формул у нас купила компания, очень известная в косметологии, не буду ее говорить, она очень дорогая. Она полностью выкупила у компании Reflame полностью линейку комплексного ухода. Возможно, кто-то помнит, раньше была такая линия кислородная. Ее сейчас нет в компании. Все очень просто, потому что ее выкупили. И вот это знает тоже, поверьте, 99% этого не знают людей. Они потому что даже не изучали, даже не хотели об этом знать. Мы, да, я тоже этого не знала, для меня это тоже было открытием. Дальше. С 2004 года компания Reflame стала публично акционерной компанией. Что это такое, ребят? Тоже, я думаю, все знают, что такое фондовый рынок. Так вот, чтобы попасть на фондовый рынок, вам нужно открывать абсолютно все свои показатели вашей деятельности везде. То есть, получается, если вы становитесь публичной акционерной компанией, это говорит о том, что вам абсолютно нечего скрывать от всего мирового общества. Это первое. И второе. Вы готовы показать обществу свою рыночную капитализацию. Что такое рыночная капитализация, объясняю для некоторых людей. Это стоимость компании, со всеми дочерними компаний, все на данный момент. И вот на данный день, на сегодня, рыночная капитализация компании Reflame более 14 миллиардов евро. Для сравнения вы можете посмотреть другие компании. Я не буду вам называть названия, но вы можете сейчас зайти, например, в айфонах, вы можете скачать такое приложение, называется «Акции». И введите туда название «Арифлейм», другие компании сетевые, которые вы знаете, и вы увидите разницу. Нет ни одной сетевой компании, которая могла бы помериться с компанией Reflame по рыночной капитализации. О чем это говорит? Хотя есть компании, которые намного дольше, чем компания Reflame на рынке. А Reflame всего лишь 50 лет, а есть компании, которым по 130 лет и выше. Потому что у компании Reflame задача сделать активы побольше. Не зря у нее своих 5 заводов плюс институт кожи. А есть компании, которые не тратят деньги на создание заводов. Зачем им это? У них продается продукт и продается, да и ладно. Вот здесь заложен такой очень, опять-таки, да, для меня это было важно. У меня экономическое и юридическое образование. И я вот в этих всех тонкостях очень такая, знаете, привередливая. Для меня важно, куда я трачу свое время, не зря ли я его трачу. И вот сейчас я вам рассказываю, почему именно в Reflame я пришла. Меня, поверьте, меня переманивали в разные компании. Но когда я задавала, так, а покажи мне вот это, а какой показатель вот это, а сколько, а сколько вот это. И все, у человека сразу, знаете, глаза опускались, и ему нечего было сказать против моей информации, которой я владею. Опять-таки, да, это вот про то, что я вам говорила. Про то, что есть добровольцы. То есть компания ни в коем случае не испытывает продукцию на каких-то культурах. Опять-таки, да, я лично, лично изучала каждую сетевую компанию, которая есть в нашем рыночном сегменте, на ком они испытывают свою продукцию. И да, есть компании, которые заявляют, что они не испытывают на животных. И в тот же момент у них написано, что они не испытывают на культурах. И представьте, да, крем намазать на какой-нибудь колосочек, колос, который в поле растет, да, и посмотреть реакцию этого колоса. Ну, бред, блин, ну, ладно. Я вас сейчас, наверное, затяну просто со всей знающей информацией. В общем, едем дальше. Стандарты. Это очень важный момент, стандарты. Все пять заводов у компании работают строго в рамках GMP стандарта. Кто не знает, что такое GMP, Google в помощь, конечно, да. Но я вам сейчас вкратце скажу. У нас в России единственная компания, которая имеет данный стандарт. Это Evalar. Это фармацевтический стандарт, то есть требование высочайшее. То есть, что оно подразумевает? Что на предприятии, где производится продукт, да, или там фармацевтика, должно быть настолько чисто, то есть определенный свет, определенный климат, да, то есть определенная температура, определенная ученая степень или там специализацию человека, который допускается к этому производству. Производство, определенная одежда и распорядок дня конкретный, то есть что он делает, когда он ест, когда он руки моет, чем он моет, ну, в общем, это настолько все очень такое, как бы очень строго. Чтобы GMP стандарт получить, это нужно столько денег, извините за выражение, ввалить в свое производство, и поверьте, в России нет таких производств. То есть, я вам проще скажу, покупая молоко в магазине, мы рискуем с вами больше, чем покупая ту же самую помаду в компании Ariflame. Все, все остальные стандарты вы можете изучить сами, их очень много. Мы поехали дальше, а теперь о путешествиях. Я знала и слышала, что в компании Ariflame, единственная компания Ariflame, в которых есть путешествия с уровнем менеджера, то есть в основном все возят директоров и выше, да. Компания тратит деньги на то, чтобы вывозить обычных менеджеров и показывать им, как они могут жить и как может сложиться их жизнь дальше, если они решат с уровнем менеджера шагнуть дальше за уровень директора. И с каждым уровнем конференция, она все выше, выше и выше. У меня в прошлом году, ой, в каком прошлом, в этом году, в мае, летали в Хорватию два моих директора. Это Катя Коркина и Саша Грачева. Девчонки, мои ключики, очень быстро стали директорами. Саша за три месяца, по-моему, или три с половиной, Саша, по-моему, ой, Катя за четыре месяца, очень быстро сделали квалификацию и, соответственно, ездили в Хорватию. Когда я наблюдала за ними, я прошла Болгарию, помню, но я в Болгарию не полетела, у меня как раз я маленького родила, у меня было два месяца ему. И когда я наблюдала за ними, у меня аж мурашки по коже были, но когда я лично поприсутствовала на золотой конференции, ребят, это, знаете, это вообще непередаваемо. Я даже не знаю, когда мне говорят, Катя, поделись эмоциями, я начинаю понимать, что я не могу это сделать, потому что я еще раз переживаю вот этот эмоциональный момент, который там был, это очень сложно. Ребят, я вам скажу так, на конференции надо просто побывать. Все, что мы рассказываем, все, что мы показываем, да, это круто, возможно, но это абсолютно не то. Это небо и земля, надо там быть, надо прочувствовать вот это отношение к тебе, компании. И про Испанию, что я вам хочу сказать. В Испании нет выхлопных газов. Это первое, что мне бросилось в глаза. Там не пахнет выхлопными газами. У них какое-то специальное топливо. Там жариша под 40 градусов, а ты даже не потеешь. Там минимальная пенсия 50 тысяч рублей на наши российские. И многие партнеры с экспресс-карьерой, побывав раньше, ранее в Валенсии, в Испании, переехали туда жить всей семьей. И после Испании я поняла, почему. И я поняла, что я тоже не хочу оставаться в России. В Россию я могу вернуться в любой момент. Но где-то пожить в другой стране, абсолютно посмотреть, как можно жить по-другому, поэтому это нужно сделать в осознанном возрасте сейчас. Когда мы приехали, нам всем выдали вот такие бэджики. То есть нас везде можно было узнать, как нас зовут, что мы с Арифлейм. Когда мы гуляли по Мадриду, были доски такие информационные. И там тоже везде было написано, что приезжает Арифлейм. Арифлейм, 1200 участников. Весь Мадрид знал, что Арифлейм к ним едет. Ипподром знал, что мы к ним приедем на скачки. Ипподром в Испании, один из крупнейших ипподронов на международном уровне, полностью был организован и снят под скачки от Арифлейм. Было два забега настоящих. Единственное, что сделала компания, она переименовала заезды и лошадей. То есть у нас лошади назывались «Новое звание», «Джордани Голд», «Растущий менеджер», «Закрытие каталога», «Клубничный шейк». Да, Нина Копы. Поэтому я особо не останавливаюсь, но сам факт было безумно. Классно, я никогда бы в жизни не догадалась посетить ипподром, даже если бы меня не свезла туда компания. Конечно, что самое классное в этих конференциях? Ты видишь всех лидеров, которых ты когда-либо вот так вот слушал в вебинаре, вот здесь вот на ладони. Ты подходишь к ними, обнимаешься. А, Нина, Нина, да, я тебя знаю. О, Аня, Аня, Аня Черна, да вообще не изменилась, какая вебинаре такая и здесь. Кого еще? Лену, да, тоже видишь. В общем, абсолютно всех. Наташу Пасечник, всех лидеров, все абсолютно, все вообще. Так прикольно просто посмотреть. А еще, когда мы были на галу-ужине, тоже про это кто-то рассказывал, когда Аню позвали на сцену, мы единственная команда, которые, ну, наверное, не хотели разрешать, но они не поняли. В общем, они махнули рукой, и вся экспресс-карьера, которая была у сцены, просто ломанулась, чтобы сделать общее фото. Слышите, экспресс-карьера так много, и ты, когда находишься вот в этой атмосфере успешных людей, это просто, знаете, это неописуемо. Когда ты живешь в атмосфере, не знаю, там, семьи, когда тебе там муж говорит, так, надо вот это, надо вот это, надо вот это, а когда ты живешь на конференции, тебе говорят, так, сегодня ты должна быть красивая, а завтра ты должна быть еще красивее. И совсем последующим днем ты должна быть еще красивее, чтобы наряд не повторялся. В общем, девочки и мальчики, на будущее вам, на любых конференциях и торжествах нельзя повторяться в нарядах. Поэтому все, куда вы будете тратить большие деньги, это на ваши платья и смокинги. Галу-ужин, конечно, был шикарный, безумно. Я вам просто показываю фотографии, останавливаться даже на них не буду. Оля Винник, мы уже натанцевались, решили присесть. Оля Винник справа, она тоже абсолютно какая на фотографиях такая, живую. Ну, в принципе, ребят, у меня все. Чтобы особо сильно не задерживать, в часик мы с вами уложились. Решила закончить с вами вот таким слайдом. Наверное, все вы слышали про Томилу Полежаеву, номер один вообще, номер один в компании Арифлейн во всем мире, во всем мире. То есть не только в России, во всем мире. Это первый человек, который прошла всю лестницу успеха. И посмотрите, что она говорит. В чем секрет моего успеха? Да, ей же много раз задавали этот вопрос. В чем секрет твоего успеха? Посмотрите, что она ответила. Она всех больше услышала слово «нет». И я вам тоже на этой позиции хочу сказать так, что когда я начинала, мне очень много людей отказало. И вот даже если Аня присутствует, да, Аня Черная, наверное, ты, может быть, помнишь, когда я тебе написала «Аня, что мне делать?» Мне 40 человек отказали. Я что, какая-то ненормальная? И знаете, что сделала Аня? Аня молодец, она мне просто не ответила ничего. И мне стало так стыдно. Мне стало стыдно, что я жалуюсь на какие-то отказы. Ведь это бизнес. Я пришла, мне не нужны все эти 40 человек. Мне нужны такие люди, как я, которые будут так же хотеть для себя лучшей жизни. И мне стало настолько стыдно. И я пошла искать дальше. И вот такой результат я имею сейчас. И я вам твердо могу сказать «нет», это всего лишь слово. Когда вас позовут на работу и скажут, например, вы работаете там бухгалтером, и когда к вам приходит начальник и говорит «Так, Ирина, сегодня, с сегодняшнего дня я из бухгалтеров перевожу вас полымать, потому что у нас не надо нам больше бухгалтер, а вот полымать нам некому». Что вы скажете? С удовольствием пойдете? Нет. Вы скажете «нет», это волшебное слово «нет». И пойдете искать новую работу с большим окладом или бизнесом и так далее. В общем, поняли, да, о чем я вам пытаюсь сказать, что «нет» – это не приговор. Не бойтесь идти дальше. Сколько в жизни мы «нет» слышали. А вы, знаете, еще очень классный есть пример. Вы же все рекрутировать умеете. Мы, девочки, все рекрутировать умеем, только потому, что мы все замужем. Мы же зарекрутировали своего мужа. Мы же, ну, когда мы его искали, мы же делали все предпосылки для того, чтобы он стал нашим мужем, да, чтобы не каждый подряд стал нашим мужем, а именно тот, кого мы выбрали. Здесь все то же самое. Если мы будем делать правильные шаги, думать о том, кого мы реально хотим найти, мы его найдем, это наши ключики. Я вас приглашаю вечером на мой вебинар, который называется «Сопровождение. Как поднять конверсию в команде». И если вдруг кто-то не знает, что такое конверсия, прямо сейчас, после моего вебинара, задайте этот вопрос в своем командном чате и обсудите еще раз, что такое конверсия, для чего она придумана и для чего она нужна в этом бизнесе. Каждый из вас, кто принял решение начинать зарабатывать в этом бизнесе не продажами, а именно работа с людьми, потому что в мире самая-самая высокооплачиваемая работа – это работа с людьми, обязательно ежедневники, обязательно, прямо вот на первом месте ежедневник и красивая ручка, ну и красивый ежедневник, чтобы вы могли все писать. Любой бизнесмен, которого вы встретите, может быть, либо знаете, у него всегда есть ежедневник и всегда есть записи. Все, мои дорогие, спасибо вам огромное всем, что вы пришли, выдержали вот этот момент, когда мы искали звук. Всем до вечера, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok